Всем привет! Мы на канале Макс и его команда! Макс, ну расскажи, чего мы сегодня все вместе собрались тут? Алён, ты знаешь? Да, пап, 23 февраля. А, точно! Мы сегодня будем делать обзор вот такой... Армейского пайка! Да, правильно, Макс, это армейский сухой пайок. Их вообще очень много разновидностей. У нас сегодня вот такой. Друзья, мы должны сказать, что мы сами впервые вообще решили попробовать такую штуку. Мы никогда в военную еду не ели. Да, это правда. Что нужно сказать об этой штуке? Это ИРП, индивидуальный рацион питания. На целые сутки такие пайки выдаются спецслужбам, армии, нашим солдатикам, если они отправляются на какие-то задания, выдаются МЧС-службам, спасателям. Они могут вот подкрепиться, используя такую штуку. Ребята, здесь вот на обратной стороне написан состав распределения продуктов по приемам пищи этого индивидуального рациона питания. Здесь вот такой вот большой список. Сейчас мы быстренько его сочетаем. Я, прежде всего, должен сказать, что пищевая ценность в этой всей коробочке достаточно большая. Здесь калорийность 3782 килокалории. Представляете это? На весь день это можно прям наесться. Не зря мы тут все вместе собрались. Сейчас как-эх, попробуем. Энергетическая ценность 15834 килоджоуля. Представляете? В этой пачке содержится 114 грамм белка, 215 граммов жиров, 348 граммов углеводов. Вся эта коробочка весит 1 килограмм 700 грамм. Друзья, перед тем, как открыть эту коробку, давайте вкратце пробежимся по составу. Что же тут все-таки мы должны увидеть? Здесь галеты из муки конечной первого сота. Консервы мяса растительные, консервы мяса растительные, мяса овощные, консервы мясные, консервы мясные, почтепные, консервы овощные, закусочные, икра овощная, заморская, сыр плавленый, концентратный напит, тонизирующий, полигла фруктовая, палочка фруктовая, кофе расслабленный, чай черный, сахар, соль поваренная, пищевая, перец черный, молотый, разогреватель, портативный комплект, спички, водостойки, салфетки и средства на беззараживание воды. Есть полоска 1 пластмассовая. Ну что, будем открывать? Да. Давайте откроем. Макс, тяни. Так. Смотрите, упаковка у нас сделана таким образом, что она влагозащитная, то есть она защищает от попадания воды, света, чего угодно. Сейчас мы открываем сухой паёк. Давай, армейский сухой паёк. Ооо, ничего себе чемодан. Давай попробуй достать. Ух ты. Оп, оп, оп. Ого. Чурья печеньки. Посмотрите на это. Ну, я вам скажу, тут прямо на мальчик. Это я первый открыл. Сейчас предлагаю сделать следующее. Давайте всё это достанем на стол. Каждый кладёт перед собой. Давайте. Достаём галеты. Я достану вот эти панкетики. Давай, чтобы там всё. Ооо. Ооо. Слушай, прикольно на самом деле. Вот так всё выглядит. У меня ничего не кажется. Кто там же. Вот, целых две. Оо, две ложки. Три даже. Ну-ка, ты не точно, Макс. Смотри в другое дело. Тебе, мне, тебе и тебе. Спасибо, товарищи. Вау. Спички. Базастойки. Можно даже они помочь. А мне обочим. Это специальный комплект для разогрева продукта. Сейчас я вам покажу, как это всё делается. Да. Так, давайте посмотрим, что здесь есть ещё внутри. Ярчик. Соль. И, представляете, здесь есть инструкция. А зачем? Инструкция по использованию рациона питания. Давайте прочитаем. Пищевые продукты, входящие в состав рациона питания, употребляются согласно рекомендациям, нанесённым на их упаковку. То есть, перед тем, как употреблять эти продукты, надо прочитать. Так, давайте дальше. Консервы, мясные, мясорастительные, овощные, вторые, обеденные блюда с мясом и овощные закуски употребляют как в холодном, так и в разогретом виде. Галеты используют вместо хлеба, сахар добавляют в напитки по вкусу. Средства для обеззараживания воды предназначены для обеззараживания запасов воды. Если у нас будет вода, допустим, мы отправим в поход, например, да, или на рыбалку. У нас есть вода, её можно воспользоваться на обеззараживание воды и сделать её пригодной для питья. Итак, друзья, мы достали всё содержимое коробки этого армейского сухого пайка на стол. Давайте же посмотрим, что у нас тут есть. Значит, сыр плавленый, вот в такой коробочке. Дальше идёт паштет мясной, тоже всё упаковано, очень всё прилично. Здесь рагу, рагу из овощей, представляете? Каша гречневая с говядиной, мясо с зелёным горошком и морковью. Говядина тушёная. Это у нас армейские галеты. Здесь у нас освежающая гигиеническая салфетка, пару пакетиков майского чая, кофе, сахар, приличные такие порции. Здесь у нас напиток тонизирующий, повидло яблочное, заряд, батончик вот такой вот. И комплект для разогрева, ну и при лодочке. Собственно говоря, достаточно много. Друзья, как вы можете видеть, здесь достаточно большое количество продуктов питания. Этот рацион предназначен на целые сутки. То есть, отправляясь на спецзадания или спасать человеческие жизни. Да ладно, просто на рыбалку, например. Или в поход. Можно брать вот такой комплект с собой на одного человека. Если они хотят есть, то они берут. Да, можно его просто открыть и в течение дня его использовать. Ну что, начнём пробовать? С чего начнём? Я предлагаю гречневую кашу с галетиной. Я тоже. Это самое такое распространённое. Смотрите, давайте для начала я вам покажу. Здесь есть комплект для разогревания еды. Хотите узнать, как оно работает? Да. Смотрите, открываем и потолкнем. Смотрите, как это делается. И берутся вот такие вот ножочки. Вот так вот делалось. Пчит. А, плита. Пчит. Да, плита. Пчит. Пчит. А вот эти штуки задвигаются вот так вот. Ставится вот так. Достаем вот эту вот горячую таблеточку. Да, специально такая таблеточка. А потом на неё можно поставить, например, прямо вот в этой штуке можно ставить гречневую кашу. Вот всё, подробно, она потихонечку будет разогреваться. Родки помешал. И всё, можно кушать. Да, понимаете? Ну что, давайте пробуем. Да. Открываем. Ещё раз напоминаю, эта гречневая каша с говядиной. Чё-то там уже такое, не очень попадается. Друзья мои, вы такого видите, точно, если не захотите. Ну, это всё очень легко объяснить. Это чё, тут даже пирожишь? Это надо разогревать. Выглядит это всё вот таким вот образом. А есть какой-нибудь. А, дети? Нет. Я бы боял. Я давайте попробую, так сказать, первым отведаю. Я второй. Немножко пахну. Вот это иди. Ммм. Классно. Попробуй. Так. Не, правда, обычная нормальная гречневая каша с мясом. Ну-ка, чё скажете? Всё, правда? Смотрите, детям нравится. Это просто вкуснятина. Ну, мне тоже понравилось, правда? Я? Ммм. А чё вот это? Очень здорово. Это убираем. Да. Что будем это? Каша гречневая нам понравилась с мясом. С говядиной. Угу. Вообще неплохо. Серьёзно. Да. Так, продолжаем. Так, мясо с зелёным горошком и морковью. Вот это очень интересно. Можно я это не буду, я горошку не люблю? А я люблю. Давайте я там по салфеточке кажу. Ммм. Так, среди нас есть любители гороха? Да. Ну, хорошо. Ты любитель гороха. Ладно, Лёнка. Умем тогда. Не, ну попробуйте, надо. Попробуй. Они это едят. Друзья, хочу сказать, что эта штуковина выглядит ещё более прикольно, чем предыдущая. Я вам обязательно её покажу. Это, в общем-то, коротовая каша с мясом. Вон, смотрите. Ммм, красота. Ага, красота. Да. Пахнет дороже. Макс, будешь пробовать? Давайте, давай, давай, я попробую. Скажешь как. Да. Ну, я не буду пробовать. Ну, очень вкусно. А, ну, я не буду. Там же гороха. Ммм, круто. Ммм. Друзья, мы преднамеренно не разогреваем эту еду. А почему? Мы хотим пробовать, как она будет в таком вот исходном виде. Нормально. Не нравится? Ммм. А мне я бы не обняла. Я бы ещё съел. Макс, тебе тоже понравилось, да? Угу. Да ешь ты хоть всё, мне не жалко. Ммм. 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 Мм. Ммм. 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 Практически. Практически, да. Так, друзья, давай Аленке Галету. Вот, Галету. Максу Галету. Вот, Галету. И папе Галету. Пробуем? Ммм. Печенька. Хорошая такая печенька. Давайте пробовать. Это обычная тушёвка, я думаю, пробовать её особого смысла-то пока бы нет. Но, раз уж мы делаем полностью обзор и пробуем каждый ингредиент, давай пробовать. Почти? Почти? Ммм. Ммм. Давай, 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 давай попробуем. Ммм. Ммм. Вкуснятина? Я бы взять. Ммм. Ммм. Любовь вкусная. Бери. Да, ты вот. Все вкусное. Мммм. Мммм. Это говядина. Почти на нем нет. Это надо говядить? Да. Ммм. 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 Это значит вкусно? Ммм. Ммм. Аленке понравилось? Давай я. Давай, Макс. Теперь твой черёд. Я сам отрежу. Ну, давай, пробуй. Ммм. Ммм. Что скажешь? Мммм. 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 Друзья, на данный момент хочу сказать, что действительно тушёная говядина лидирует пока среди всех прочих блюд. И, наверное, хорошо, что мы попробовали её в самом конце. Ага. Потому что она прям очень вкусная казалась. Давайте попробуем плавленый сыр. Значит, я вам опять говорю по галетинке. Ммм. Или по галетику. По галетику. Так, открываем мы сыр. Сыр плавленый, консервированный, стерилизованный. Ммм. Ну, что сказать? Сыр как сыр. Ничего удивительного нет. Удивительное одно. Каким он будет на вкус? Воспользуемся чистой ложечкой. Вилочкой. Ой. Правда, вилочкой? Ну-ка, давай, Ленчик, свою галетику. Опа. Вот так вот. Мне кажется, всё будет точно так же, как в наши времена. В какие такие времена? В наши. В наше. В наши времена. В наши времена? Ну, давай будем пробовать. Ты первая. Да. Ммм. Чё? Ммм. Ну как? Ммм. Вкусно? Да. Ого. Неожиданно, неожиданно. Жду галетик. Давай, галетик. Так, а у меня тут осталось ещё немного сигареты. Попробуем. Ммм. 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 Прям сыр-сыр. Ммм. Сырный сыр. Ну что, сырок всем понравился, да? Да. Плавленный. Действительно нежный такой, вкусный. Так. Что у нас идёт дальше? Это паштет мясной. Открываем. Паштет мясной. Открываем. Запакован, всё очень качественно, очень плотненько и надолго. До тех пор, пока он у меня откроет. Оооо, пашкетик. но это стандартный наш паштетик создан для галетик как хотите можете так попробовать может и на галету давайте так попробуем давай Макс попробуй первым ну что скажешь? Ален, давайте теперь попробуем что правда вкусно? ну давайте теперь я попробую тогда ребят, вам очень от всех паштетов которые продают в магазине этот прям мясной паштет, здорово а теперь на подходе рагу давайте посмотрим точно, рагу из овощей, консервы закусочные стерилизованные ну что давайте попробуем что там за рагу такое? это суп что ли? ну рагу да папа как суп называется? слушайте правда это как супчик? это супчик, ну-ка можно попробовать? я первый вкусный суп я теперь, я думаю лучше с галетами его пробую ну да вкуснятина прям реально такой вкусный овощной супчик я вы еще съел, так мы по ложечке как ты съели ну по маленькой ложечке да если дети просят добавку, это показатель того, что блюдо вкусное напоминаю, что это рацион на весь день то есть ну на самом деле можно одним блюдом наесться есть еще галетики и там сахарку, чайку так здесь у нас повидло яблочное поэтому не будем его открывать? нет, а я знаю, можно уголок отрезать и выдохнуть так ну что пробуем повидло яблочное аккуратненько откроем и попробуем прям ложечку давай так вот такая вот покажи это давай ставь все вырву немножко и мальчик вообще может как добавить? ну только как оно на вкус это все уделает вырву вы знаете, у меня складывается впечатление, что армейские пальки они сделаны гораздо лучше, чем то, что продаются в магазинах это вообще какая-то очень вкусная штука прям прям как будто яблоко настоящее съел, да? да что у нас тут еще есть? это кофе у нас есть суп, паек РФ спецнапиток адаптопит малина тонизирующий вот такой вот мы его разводить не будем, потому как у нас здесь в наборе нет воды ну вот и так понятно, что это наподобие Юпик какого-то кстати, один важный момент на какой объем рассчитано это все содержимое пакета развести в 200мл питьевой воды то есть обычная кружка стандартная так и у нас еще остается здесь батончик заряд уу-у-у это не просто батончик это спец батончик заряд заряд чернослив фундук кешью для спецпотребителя друзья мы сегодня с вами спецпотребители представляете вот такой заряд и так открываем раскрываем неделем какая конфетка вот только конфетка я понял тут прям чистый чернослив так мы поделим ее на части еще одна пробуем макс пробуем да это же прямо чернослив с орехами ну что друзья мы с вами сегодня попробовали целый набор сухого пайка армейского и я должен сказать что мне он очень понравился а что скольки вы мне очень понравился у тебя ты бы такое съел где-нибудь на рыбалке или походе давайте определимся что вам больше понравилось мне больше всех понравилось а мне понравилось больше всего тушеная говядина прям такая тушеночка то что надо мне вот это и тушеная говядина в общем то практически все нам понравилось друзья действительно неплохой комплект такой друзья если вам понравилось данное видео то ставь лайк и подписывайся на канал макс и его команда всем пара